Говорит, не говорит, но решил сказать. Мне тяжело это нести. Слушайте внимательно. Игорь Барабаш это труженик, староста. У него земля, у него скотина, озород, овечки. Ну, живет он от труда. Он очень много работает. Дни от 4 назад его обокрали. 200 литров солярки слили. И начинается это тогда у него воровой, когда кто-то у нас работает. Бывает там на экскаваторе, на машине, косят что-то. И они понимают, мы не так живем. Вот выставили баллоны. Ну, обычно кто-то едет, берет все баллоны, а потом заправляет. Баллоны украли. У батюшки стояла полная канистра, украли. У Любы лежали решетки алюминиевые, украли. Ночью. Ночью, ночью оружие. Ночью. Но тут неприятность еще такая. Один из местных жителей покупает такое горющее у бывшего жителя. Намного дешевле. Откуда бы он его брал? Без поневоли начинаешь думать. А раз он продает, значит, он добывает еще дешевле. Зачем бы он продавал-то его? Одно то, что они сообщают милиции, вот это плохо. Считаю, это неправильно. Потому она и стоит милиция, чтобы мы в заботе со себе придавали ее полномочия нужную. То есть вор крадет, но мы должны принять какие-то меры. Бывает, человек другую пакость какую-то делает. Вор в царствие Божие не войдет. Запомните это. Вот платок тебе не принадлежит, а ты его взял. Ну, ты снял и отдал. А бывает, ты не отдал. Кто же воровство? Написано, похищающий чужое. Иногда скотину не загонят, а скотина по полям пасется. Написано, не пожелай чужого поля. Нигде и никого. Никогда и никак. Не пожелай чужого раба, рабыни, вала, осла. Библия перечисляет все. То есть надо работать своими руками. Больше Игоря Барабаша никто не работает. Он кормит десятки людей. Ну, почему? За бесценок все сдают. В прошлом году он только сейчас нынче взял отравы этой, протравить поля на 320 тысяч. Представь, какая цена. А за все про все молочное ему прибыль была в прошлом году всего 500. То есть он работает, везет в город 4 раза. Каждый день батюшка молоко свозит там, где покупают на урывке, у него берет. Здесь работать надо, все время задействованы люди. И его обворовывают. Он забежал в магазин, а там у него сразу вскрыли, что там стояло в машине, динамик или что, разговаривали. Все украли. Украли. Ну, я говорю, они и беспечно живут, дом не закрывают. Даже палочку к дверям не поставят. Зайдешь, покрещишь, дома никого нет. Я говорю, рано или поздно, вас татана наклюкает по затылку. Я своих учу, у меня кто-то, Володя живет, а там нужно половичок выхлопать. Мы из комнаты выходим, комната, у нас висит палочка, она-то палочка, заткни, вот это где замок вставляется. Выходим, снаружи поставили палочку, а мы стоим у крыса. Ну, два шага шагнуть. Это навык получается, привычка. И все время написано, закрывайся, где много рук, там вешай замок. Это Библия говорит. Святая Библия. Много рук, вешай замок. Понятно? Там речь не говорится не об этом, а о том, как сохранить жиры свою, чтобы тебя не убили, не украли. А, ну, вот такое и дело. А почему пожелает человек чужого? Во-первых, надо научиться довольствовать малым. Вот, мало. Вот сегодня мне звонят, ну, скажите, в чем вы нуждаетесь? Два раза сегодня мне уже звонки были. Ну, бывают знакомые, незнакомые люди. Я отвечаю, мы ни в чем не нуждаемся, у нас все есть. Ну, все же есть. Мы с суеты, вы на ночь прикрываете, убираете, все ведра, все закрываете под замок. Хотя, ну, там, такое, что... Все-таки это не каждый котел с водой полезет. Все закрывать. Ночью из кельи никто не выходит. Там стоит ведро у вас. Ткни вот этих дежурных. Вы слышите, нет? Куда набираешь сухарей? Загуляю. Глянь, кучу набрал. Сейчас же выходить будем. Ну, давай ешь поскорее-то. Сухари вкусные какие. Уже на выходе еще забирают. В карман не ложите, только здесь. Все убирайте. Вот эти алюминиевые кастрюли у вас стоят. Это все уплывет сразу. Все разные тазики куда-то суньте под полок и прочее. Но украдут мои веники, я только рад буду. Пусть пропарятся. Вот у меня, когда я был здесь один, у меня здесь второй мостик, я рыбу ловил и сушил. Пищи в русской. Русскую печь я сделал, с пищей, нашел кирпищи на разные настройки. Ну, а тут солдаты работали на обморке и-то ездили. Видимо, солдат остановился, а тут все открыто было. Только шалаш стоял из травы. Я подошел, что-то разбросанный хлеб, у меня хлеб сушеный был. Я подумал, котику уронил, сунька, и вот и как-то мог так добраться-то. А когда в печь-то сунулся, а там чугун пустой, полный чугун рыбы сушился, уже сушеная. А я ее растолкул, гальян, она как табак, мелкая. И, ну, зимой я добавляю в корм, кошки хорошо едят. Но солдата украл, мне до того ж жалко было его. Думаю, там одни хвости, бедные, как он теперь их там с моими костями-то. Мне солдата жалко. Я целую неделю ловил. Ну, я пошел, мордушки бросил. Никогда столько рыбы не было. Я не обиделся, за него помолился. Господи, что он только не подавился-то. Жалко его, солдатик этого, голодного. Позарился на мою рыбу-то. Утром пошел, у меня веревочка оборвалась. Тащить рыбу надо. Она оборвалась. Что она оборвалась, я не пойму. Ну, пришлось раздеваться, в воду лезть. Поднимаю, там больше полмордушки, как будто кто-то туда насыпал мне рыбу. Это больше ведра в одной, в другой. Я принес сюда, а мелкая рыба-то, ее чистить не надо. Я просто расстилаю, она сушится, как в порах делается. Я в один день восстановил все, что украли у меня. Это Бог так делает. Я не обиделся, я его не проклинал, я за него помолился, и Господь мне дал, он проверил меня. А еще интересно, тогда у меня тут какой-то велосипед был, мы прятали под землю. На берегу дорожка, коровы ходят. Ну, я по этой, по дорожке-то еду, а там выдра прокопала, да, ям. и близко к поверхности норка-то, и провалилась, корова шва провалилась. Я еду, и переднее колесо раз, в норку-то, у меня велосипед, а я-то не ждал, вот так он на дыбы встал, я перевернулся туда, меня сиденьем по голове, я обернулся, я не знаю, в какую сторону ехать, я на ходу-то, перевернулся в воздухе-то, то ли туда ехать, то ли сюда. Один, всю осень здесь был, отпуск. Вот здесь вот как раз и жил. Насколько это все интересно, звездное небо. Однажды мы сидим, а крыши-то никакой не было, только камышом съех, вот так, чтобы от солнышка было. Что сказать, вот здесь у нас не сели шторки, вот такие вот, от солнышка. А сейчас от солнышка-то нам не надо закрывать, это видите, вон от солнышка-то. И вот сидим, поглядим оттуда, в посолках, в воздухе. Только говорили об НЛО, и НЛО летит на нас. Летит огромное, и вот так, что-то крутит. Ну, начали мы креститься, Господи, да воскреснет Бог. Она ближе и ближе на нас прямо летит. Ну, я говорю, это, наверное, американский спутник. Они запустили, распустили на много метров антену, так и получилось. А свет от нее идет, она, видно, колышется там, и она такими отцветами, как глаза мигает. Ну, и мимо нас пролетел. Ну, мимо нас там, в космосе. Вот такие у нас были случаи здесь. Мы от спутника молитвой отбивались. Подумали, что это нечистая сила. НЛО это... Так, это сейчас. Ты что, не выпалку? И пей. Как я хочу. Как же ее выйдешь, так к тому баку это чай. А ну-ка, покажите кружки свои. Ну-ка, дежурные, махните им рукой. Ну вот. Чашки понятно. Ты не так пока за дно, чтобы видно было. Ну, вот и все. Нормально. Хорошие лекарства. Хорошие лекарства. Божественные лекарства. Божественные лекарства. Божественные лекарства. Божественные лекарства. Мы благословляем свое Святое имя. Сохрани нас здесь от пожара, от баков, от леченьких сил. Благослови приезжающих и отлечающих. Вождай милостями всех, кто заботится о ней. Примири врагов с нами. Проления их милость, образуми. Обрати на путь мечты. Тебе слава, жертву отец, сын и святой дуй. Аминь. Так, объявление вам. Слушайте. Приходила Арфиса, просила, это нас не пускали, не брали пасти, а сейчас просят. Девочек, кто хочет пасти, она выгоняет примерно три. Берем щитам, чтобы здесь были уже вооруженные, с прутиками. Значит, каждому хлеба положить, по два пряника и на пастуха. Ну и воды с собой наберете. Согласны? Да! О, какая музыка! Прекрасно! Сколько вас? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нормально. Десятый пастух. Так что, если можно, им положите ватрушки. Галина Александровна, ватрушек еще дала, положи им. Так что положить? Хлеба, гряник и ватрушек? Ряников и ватрушек. Ну, положи, пускай. Хлеб из гряников давай. Ну, это девочки, что-то сделаем. Чего уж вы так? Пусть наши красавицы там порадуются. Пусть моя кукушечка покукует в белом платье. Пусть моя кукушечка. Мы сегодня будем купаться, сегодня холодно. Кто хочет купаться? Я! Я не пойду, я пойду. Ну, понимаете, кто не хочет купаться, должны пойти на берегу сидеть. Кто хочет? Ихи обязаны. Не хочешь, не купайся. Я маску свою возьму. вот, пожалуйста, Владимир Александрович поведет вас купаться. Дядя, дядя, спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Дядь, пошли к вашему колесу надувать. Конечно.